В прошлом году узбекская государственная компания «Уз Авто Санаат» попыталась вернуть на российский рынок автомобили «Равон». Они, напомним, представляют собой модели «Шевроле», выпускаемые по лицензии. Мы побывали на презентации трёх бюджетных машин – R2, R3 и R4. Однако фактические продажи не развернулись, а впоследствии концерн «Дженерал Моторс» разрешил узбекской компании отправлять машины на экспорт под маркой «Шевроле». Компактный «Равон Р2» вновь называется «Шевроле Спарк». Седан «Равон Нексия Р3» получил наименование «Шевроле Нексия», а более крупный «Равон Р4» вновь стал «Кобальтом». Самой доступной неожиданно назначена «Нексия». За неё будут просить ровно 700 тысяч рублей. Более крупный седан «Шевроле Кобальт» обойдётся уже 750 тысяч. Посерединке «Малыш Спарк» за 720 тысяч, но уже оснащённый коробкой-автоматом. Напомним, что сам GM ещё пять лет назад сократил гамму «Шевроле» на российском рынке. В итоге нас покинули массовые модели, включая семейство «Круз» и другие бестселлеры. Сейчас американский бренд предлагает всего четыре модели. Это большой кроссовер «Трэверс», «Внедорожник Тахо» плюс двухдверки «Камара» и «Корветт». Чтобы разделить сферы влияния, дистрибьютор «Уз Ауто Моторс» будет поставлять автомобили узбекской сборки. А под контролем представительства «Дженерал Моторс России» останутся американские модели. Фургоны и микровены «Рено Докер» продержались на нашем рынке менее трёх лет. Но на единственном заводе в Марокко выпускались с 2012 года. Эта модель даже могла быть локализована в России, но кризис 2014 года обрушил рынок, и «Докеры» остались импортными. Продано всего лишь 5000 машин. В самом успешном 2018 году тираж «Рено» был в 20 раз меньше, чем у более дешёвой «Лады Ларгус», которая тоже построена на платформе «Биноль». Однако в общем зачёте класса каблучков «Докер» уверенно занимал второе место. Ближайший преследователь «Фольксваген Кэдди» стабильно отстаёт на полтысячи экземпляров. «Пежо Партнёр» и «Ситроен Берлинга» с нашего рынка ушли, и остаётся только «Фиат Добла». Поэтому «Докер» наверняка ещё вернётся. Не секрет, что «АвтоВАЗ» работает над перелицованной версией каблучка, которую должны представить под маркой «Лада».